Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле, очень интересная тема, касающаяся иммунотерапии рака почки, потому что на самом деле взлёты и падения интереса к данному виду лечения в отношении данной зоологической формы, они на нашей памяти происходили и происходят. Действительно, опухоль в некотором роде уникальна, и специалисты, которые длительно занимаются лечением рака почки, диссиминированного рака почки, как мы, химиотерапевты, знаем, что опухоли очень разнообразны. Мы видим пациентов и с высокоагрессивным течением заболевания, и с очень спокойным, мягким, многомесячным, многолетним, бессимптомным течением. В частности, напомню, что такое обсервационное исследование, представленное 4 года назад, когда больные диссиминированным раком почки, не имеющие симптомов, находились просто под активным динамическим наблюдением, не получали системного лечения до принятия решения совместного врачом и пациентом о том, что всё-таки настало время его начать. И при таком активном динамическом наблюдении, при отсутствии лечения, через примерно 9,5 месяцев половина пациентов всё-таки прогрессировала. Половина из этих прогрессировавших пациентов начали лекарственную терапию, половина осталась под продолжающимся наблюдением. И оказалось, что пациенты, продолжающие наблюдение, также оставались бессимптомными и не нуждались по каким-то показаниям клиническим в начале лечения ещё на протяжении, по меньшей мере, полутора лет. Поэтому для этой формы опухоли очень важен такой гибкий подход. То есть, когда мы должны начинать лечение, мы, может быть, имеем возможность максимально осрочить начало любого системного и, в любом случае, токсического лечения. И с чем связаны такие особенности? Вот, наверное, как раз-таки с особенностями взаимодействия рака почки и иммунной системы. Мы знаем, что на ряду с меланомой кожи рак почки является одной из основных моделей как раз-таки по изучению взаимоотношений иммунной системы и опухоли и методов коррекции иммунной системы и лекарственного воздействия на данное заболевание. В частности, мы знаем, что при раке почки исторически описаны, и мы в своей практике также наблюдали, ремиссии и первичные опухоли спонтанные, и уменьшение размеров или даже регресса отдалённых метастазов при удалении первичной опухоли. И мы знаем, что при патоморфологическом исследовании выраженная инфильтрация тканей опухоли иммунными клетками обнаруживается. То есть активное взаимодействие между именно этой опухолью и иммунной системой, оно безусловно, и вот эти вот понятия иммуногенности опухоли, они в отношении рака почки наряду с меланомой, вот эти вот действительно две такие основополагающие опухоли модели, они, конечно же, постоянно реализуются в нашей клинической практике и в наших научных изысканиях в этой области. Мы знаем, что много работ посвящено как раз-таки определению взаимоотношений, ассоциаций между какими-то отклонениями от функционирования иммунной системы и тем или другим течением заболевания. В частности, экспрессия PD-L1 при почечно-клеточном раке. Если она повышена, то, как правило, эти пациенты имеют более агрессивный тип опухоли и, как правило, сопровождаются меньшей выживаемостью пациентов. Ну и среди всех опухолей, с отклеточной рак почки, занимает довольно одну из основных таких позиций по частоте соматических мутаций и по таким образом высокой экспрессии антигенов. Поэтому высокая экспрессия – это высокая как раз-таки иммуногенность опухоли, высокий потенциал для реализации действия иммунной системы и коррекции именно противоопухолевого иммунитета. Мы знаем, что история развития иммунотерапии начинается вообще с конца XVIII века. Но, безусловно, такое активное изучение методов иммунной коррекции – это уже 70-е, 80-е, особенно 90-е годы прошлого века. И основные мишени, повторюсь, меланома и рак почки. Какие методы сейчас мы имеем в 2020 году? Мы имеем методы таргетной терапии и методы терапии ингибиторами иммунных точек контроля. Но, в принципе, эта история новейшая, занимающая не более 15 лет. Но вспомним, что 90-е годы, начало 2000-х – это всё-таки эра цитокина терапии, эра интерлегина второго и интерферона альфа. И, конечно же, те исследования, которые были, особенно касающиеся интерферона альфа, разумеется, не самые оптимистичные, не самые многообещающие результаты. В частности, мы видим, что при использовании интерферона, например, в монорежиме, к сожалению, существенного воздействия на сроки жизни пациентов мы не получали. Практически те же самые 8-7 месяцев медиана общей выживаемости, как и при отсутствии какого-либо лечения вообще. Но если мы используем дополнительный такой вот метод воздействия, опять же, на иммунитет в виде предшествующей нефрактомии, то уже нефрактомия, последующая терапия интерфероном, уже приводила к увеличению медиана общей выживаемости до года и даже более. Поэтому, в принципе, такая методика, она в конце, по крайней мере, 90-х годов, она довольно присутствовала в нашем клиническом арсенале. Если мы говорим об интерлекине втором, то, конечно же, это был в конце 90-х годов просто прорывной препарат, я помню, и мы в нашем институте пытались каким-то образом использовать методики, хотя, конечно же, такого вот настоящего высокодозного интерлекина второго, напомню, что основные исследования – это всё-таки высокие дозы, это 18 миллионов единиц на квадратный метр, внутривенный вводимый препарат пять дней подряд, в принципе, требовавший обязательной поддержки в проведении в условиях палат-интенсивной терапии, поскольку, к сожалению, лечение токсичное. Но оно тогда впервые, применение этого цитокина, впервые показало возможность достижения очень длительных и стойких полных регрессов. До 15-20% была часто объективных ответов, из них до 10% – полные регрессы. И эти полные регрессы сохранялись на протяжении многих лет, и 6, и 7, и 8 лет. То есть, в принципе, уже можно было говорить о возможности излечения части больных при использовании данного вида иммунотерапии. Разумеется, были попытки сочетания интерлекина второго и интерферона альфа с принципиально успехами, с повышением частоты объективных ответов, но без существенного уже влияния на общую выживаемость. Но то, что принципиально важно, это крайне высокая токсичность, конечно же, интерлекина второго, которая весьма и весьма ограничивала такое рутинное применение препарата. Это и неконтролируемая гипотензия, и нарушение ритма, и синдром повышенной проницаемости капилляров. То есть, к сожалению, вплоть до токсических смертей, к сожалению, это всё ограничивало возможность такого широкого рутинного применения данного вида терапии. И как только появились таргетные препараты, то, к сожалению, цитокины, конечно же, сдали свои позиции и практически ушли из нашего рутинного арсенала. Наглядно видно, что практически в два раза увеличили сроки жизни пациентов, когда они стали получать таргетную терапию. И как раз таки этот этап снижения интереса к иммунотерапии. Но когда появился новый подход к оценке роли иммунотерапии в отношении рака почки, уже не так, как предыдущие методы цитокинотерапии, когда мы старались активизировать иммунологический надзор, а метод снятия имеющегося блока, который всегда существует, так называемая иммунологическая толерантность иммунной системы к опухоли, мы убираем эту толерантность, мы убираем этот блок и реактивируем иммунную систему. Но когда мы стали действовать на реактивацию иммунной системы, мы вновь появились, появился потенциал, реализуемый как раз таки с помощью ингибиторов иммунных точек контроля. Поэтому новая эра, это буквально с 2015 года, когда мы видим, что после определенного такого провала с конца 90-х годов до последних 5 лет, когда уже и иммунотерапия ингибиторами иммунных точек контроля и их комбинация уже просто зарегистрированы для рутинного применения. На чем это основано, такой повышенный интерес и повторный ренессанс методов иммунной коррекции в отношении рака почки? Ну, в первую очередь, на исследовании неволумаба, ингибитора ПД-1, в сравнении с эверолимусом, который тоже покинул уже, скажем так, наш арсенал, используемый при лечении рака почки, практически покинул в монотерапии, по крайней мере, у больных, которые уже получали лечение антиангиогенными таргетными препаратами. Это исследование было завершено досрочно. Уже когда подвели первые итоги, оказалось, что неволумаб в отношении положительного влияния на сроки жизни пациента, в отношении общей выживаемости пациентов, бесспорно, является его эффективность выше, чем эффективность эверолимуса. И выживаемость пациента прослеживается и до настоящего времени. Данные представлены на АСКО. В этом году мы видим, что уже наблюдение в течение пяти лет, этот разрыв, составляющий примерно 10% в абсолютном исчислении, снижение риска смерти практически на 30% для неволумаба, это то, что, скажем так, подтверждает эффективность данного препарата. И то, что очень важно, что, наверное, неволумаб впервые показал возможность достижения объективных ответов, высокой частоты объективных ответов, такой частоты у каждого четвертого пациента частичный или полный ответ, конечно же, это висчитляет, еще раз напомню, что это просто реализация действия собственной иммуносистемы пациента. И также впервые при этом исследовании было показано, что даже те пациенты, у которых регистрируются региологические признаки прогрессирования, но при этом состояние остается удовлетворительным, нет клинических симптомов, эти пациенты намного лучше, чтобы они продолжали лечение препаратом, несмотря на такие внешние признаки прогрессирования. Это может быть и псевдопрогрессирование, может быть некоторая осрочная реализация действия препарата. Поскольку мы видим кривые выживаемости, практически в два раза дольше живут те пациенты, которые продолжают получать терапию неволумабом, несмотря на формальные признаки прогрессирования. Поэтому этот вид терапии, он, конечно же, должен максимально, его потенциал должен быть реализован. И, безусловно, любой препарат эффективный у предлеченных больных должен изучаться на более ранних этапах. Здесь классическое наше исследование, ЧЕКМЭТ-214, где сравнивается уже комбинация неволумаба и ингибитора стилей-4 эпилиумаба, безусловно, синергизм между препаратами мы знаем, знаем при лечении больных меланомой кожи также, сравниваем с сонитенивом. И что видим, что также, безусловно, выигрыш имеют пациенты, получающие комбинацию иммунных препаратов. Причем также в этом году представлены данные 42-месячного уже наблюдения, разрыв, абсолютное преимущество в 10%, он сохраняется. И если мы понимаем, что пациенты, получающие таргетную терапию, уже через три с небольшим года, уже половина пациентов, к сожалению, погибла, то для группы больных, получающих иммунотерапию, пока эти сроки еще не наступили. Также мы знаем, что наибольший выигрыш имеют пациенты, относящиеся к группе промежуточного и плохого прогноза. Здесь преимущества еще больше. И также в группе промежуточного и плохого прогноза пациенты, получающие суммицинив, медиана их жизни чуть больше двух лет. А для пациентов, получающих иммунотерапию, она еще не достигнута при нынешнем этапе наблюдения, но предполагается, что она будет не меньше 47, то есть, считай, 48-4 лет. То есть, получается, 2 года и 4 года. И напомню, что промежуточный прогноз – это уже пациенты, имеющие хотя бы один неблагоприятный признак. То есть, если к вам обратился пациент, имеющий уже на стадии диссиминированного процесса, заболевание диагностировано, скажем так, на стадии уже диссиминации, то это уже неблагоприятный признак, и пациент уже получит больше выигрыш от применения иммунотерапии. Поэтому практически 80% пациентов имеют хотя бы один неблагоприятный признак, и, по большому счету, могут рассматриваться как кандидаты для именно иммунотерапии в данном случае. Это классический выход на плато, выживаемость без прогрессирования. Те пациенты, которые через 2 года не прогрессировали, практически уже не прогрессируют и в дальнейшем, в ближайшие месяцы и, может быть, даже и годы. То есть, в принципе, эффект, достигнутый с помощью иммунотерапии, он в дальнейшем сохраняется и не утрачивается, как зачастую бывает при применении таргетной терапии, например. Частота объективных ответов, разумеется, выше, также у больных промежуточным плохим прогнозом, и, опять же, высокая частота полных регрессов. Польные, достигающие полной регрессы, как при раке почки, так и при некоторых других, при меланоме, вот здесь это две опухоли, которые идут, наверное, параллельно по своей подтверждению эффективности методов иммунокоррекции, они имеют практически не 100%, но очень высокий показатель выживаемости. То есть полный регресс – это, в принципе, суррогатный маркер практически из лечения пациента. Всегда возникает вопрос, всегда ли нам нужно использовать несколько препаратов, два препарата, или можно использовать один препарат, например, менее токсичный ингибитор PD-1 или PD-L1. Исследования ведутся, исследования в отношении пембролизумаба, атизолизумаба, неволумаба в монорежиме, и, в принципе, показывают, что если мы используем пембролизумаб, например, у пациентов, то также регресс опухоли у большинства больных, практически у 70% больных, у 7% это полный регресс. То есть, в принципе, препараты определенной группы больных работают и в монорежиме. То же самое в отношении неволумаба. Также в этом году представлены два исследования, но в одном из них чуть более благоприятные, скажем так, позитивные данные, как мне кажется. Если мы назначаем неволумаб в монорежиме и достигаем объективного ответа через 3 месяца лечения, то мы можем оставаться на терапии неволумабом. Если мы не получаем ответы через 3 месяца или видим прогрессирование, то мы добавляем эпилюмаб и смотрим, что получилось. Оказывается, что те пациенты, которые изначально отреагировали на терапию неволумабом, они имеют очень высокое число объективных ответов – 32%, особенно в группе благоприятного прогноза – 13,5%, длительные ответы – почти 2 года. И, в принципе, эти пациенты, наверное, правильный выбор, что они начали терапию только с монотерапии неволумабом, как действительно менее токсичное, более благоприятное, безопасное лечение. Те же пациенты, которые не ответили на терапию неволумабом, добавление эпилюмаба, к сожалению, не приводит к существенному выигрышу. Объективный ответ не больше 13%, полных ответов нет, высокая чисто токсичности. То есть, в принципе, такая опция отсрочного добавления эпилюмаба, она, наверное, клинически не обоснована. То есть или пациенты, например, которые изначально имеют противопоказания к эпилюмабу, получают только неволумаб и оценивается их эффективность, или уже нужно искать какие-то другие виды подхода в терапии. Также интересно, можно ли назначить снова иммунотерапию, если уже больные получали этот вид лечения. Да, есть работа, которая подтверждает, что если пациенты изначально получали ингибиторы иммуноточек контроля, то при повторном назначении комбинации эпилюмаба и неволумаба мы видим повторное возможности с достижением высокой частоты ответов у половины пациентов контроль над заболеванием. То есть, в принципе, возможности такого повторного стимулирования иммунной системы, реактивации иммунной системы, они абсолютно точно существуют, и их, в принципе, как опцию у привлеченных пациентов мы можем использовать. Всегда интересно, если препараты работают у больных с распространённым процессом, могут ли они работать у больных, которые находятся на ранних стадиях заболевания. И, в принципе, сейчас исследования, которые проводятся, я о них телеграфно скажу, телеграфным стилем, те пациенты, которые подлежат, например, нефрактомии, половина пациентов идёт сразу на выполнение резекции полной или частичной опухоли, половина пациентов выполняют однократное введение неволумаба и выполняется оперативное лечение после этого однократного введения. Интересно, что происходит, какой лечебный патоморфоз, какие иммунологические изменения, имеет ли это значение для уменьшения размеров заболевания и даже изменения дальнейшего течения заболевания в будущем. Конечно же, данные исследования чрезвычайно интересны, и мы будем их с нетерпением ожидать. Также интересно, можно ли использовать с адювантной целью эти режимы. Также этому посвящено проводимое сейчас исследование пациенты, получившие нефрактомию, имеющие риск рецидива довольно высокий, это или высокая степень агрессивности опухоли, или наличие региональных лимфоузлов, они рандомизируются или на стандартную группу наблюдения, или на комбинацию иммунных препаратов. Также, безусловно, интересны результаты данного исследования. И вот исследование, которое проводится тоже сейчас, как раз-таки сочетание старого и нового, неволумаб и уже новая форма нашего старого знакомого антроликина второго. Это предшественник антроликина второго в пигелированной форме с таким сложно произносимым названием. В первой линии комбинация неволумаба и предшественника антроликина второго и таргетная терапия. Также, безусловно, интересно, что будет в этой ситуации. Таким образом, мы видим, что всё в нашей жизни, наверное, проходит, такие этапы всплеска интереса, затухания, и потом дальнейшего интереса уже на другом этапе, на другом витке. И мы видим, что 90-е годы – это всё-таки эра цитокинотерапии, особенно с высокими дозами антроликина второго, многообещающими. В дальнейшем снижение интереса из-за активного применения таргетных препаратов, и, безусловно, они обладают высочайшим потенциалом агенты, которые при комбинации с иммунотерапией, о чём будет говорить Раштавахедовна, дают очень выраженные результаты. Но вот тот интерес к иммунотерапии в чистом виде с помощью и ингибиторов контрольных точек, и, наверное, различных других видов вакцинотерапии и так далее, и так далее, он сейчас есть. Я думаю, что он на нынешнем этапе уже не угаснет, потому что мы уже несколько более осмысленно, наверное, уже работаем с методами коррекции противоопухолевого иммунитета. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok